Привет, друзья! Вы на Ньюсейдер, я Александр Кушнер. Срочные новости из Донбасса. Во-первых, там уже вторые сутки подряд продолжаются обстрелы, которые ведутся со стороны российских оккупантов. Ну и вот только что главари террористических марионеточных образований ДНР и ЛНР объявили о так называемой эвакуации местных жителей в Россию. И что происходит? А происходит, очевидно, подготовка, если не к полномасштабному российскому вторжению, то, во всяком случае, к новому этапу войны, которую ведет Россия уже восемь лет. И ситуация, которая, казалось, законсервирована на Донбассе, сейчас расконсервирована. Неизвестно, что за ней последует, но пока что все выглядит так, как и предупреждали американские разведчики в последние месяцы. То есть, буквально по тому сценарию, который нам озвучил Пентагон, что подтверждает, собственно говоря, истинность всех тех данных, которые нам и предоставляла американская сторона. А именно, о чем говорили ЦРУ, Пентагон, Белый дом и в конечном итоге Джо Байден. Все они говорили о том, что в феврале Россия готовит очень серьезную эскалацию, вплоть до полномасштабного вторжения в Украину. Налицо именно этот факт, прямо сейчас, потому что со вчерашнего дня, то есть буквально как раз вот в те дни, когда нам американская разведка и говорила, что начнется вот это самое наступление, происходит самое серьезное за все последние годы эскалация, когда боевики начали обстреливать десятки населенных пунктов в Украине. И далее. Что нам говорили опять же ЦРУ, Пентагон, Белый дом и Джо Байден лично? Они говорили о том, что Россия будет создавать повод для вторжения. А как выглядит этот повод? Как нам вчера и заявил госсекретарь США, это не Блинкен, этот повод может выглядеть по-всякому. Это может быть и сфабрикованная химическая атака, это может быть и якобы удар с украинского беспилотника. Ну и в конечном итоге, как нам рассказывал тот же Пентагон не так давно, это может быть сфабрикованное видео, в котором якобы будут показаны жертвы украинской атаки. И там, соответственно, будут играть актеры роли пострадавших и погибших. И вот это все будет использоваться как казус Белли, то есть повод для того, чтобы Россия направила свои войска якобы защитить вот то самое русскоязычное население на Донбассе, которое якобы стало жертвой украинской армии. Не разумеется, пострадавшие и погибшие в кавычках вот обстрелов украинской армии люди будут иметь российские паспорта. Тем более, что сейчас в ДНР и ЛНР таких людей действительно немало. Очень много тех, а практически, наверное, вообще все население оккупированных районов имеют российские паспорта, которые они получили как раз-таки в последние несколько лет. То есть это операция, которая начала готовиться не сегодня, не вчера и даже не год назад. Эту операцию Кремль готовит уже как минимум на протяжении трех последних лет. И что мы видим? И этот момент, о котором нас предупреждала американская сторона, прямо сейчас реализуется. Я напомню, что накануне, когда луганские боевики обстреляли станицу Луганска и еще ряд населенных пунктов, в частности, несколько снарядов попали в детский сад и пострадали два сотрудника детского сада. К счастью, не пострадали дети, которые вместе с персоналом этого детского сада укрылись в подвале. И что мы слышим от российской пропаганды? Она рассказывает нам о том, что это якобы украинские военные обстреляли детский сад. Вот так просто и топорно работает теперь российская пропаганда. Просто-напросто боевики, которые управляются из Москвы, стреляют по заведениям, где находятся дети, а потом они просто рассказывают, что, оказывается, обстрел ведет украинская сторона. Чем не казус Белли? Как мы видим, ничего нового и, как мы видим, даже ничего, я бы сказал, в кавычках творческого здесь нету. Просто Москва и управляемые ею марионетки в ДНР и ЛНР обвиняют украинскую армию в том, в чем они сами и виноваты. И, как мы видим, ради вот этих вот коварных планах они совершенно легко готовы принести в жертву детей. И, как мы видим, вот эти два ключевых пункта, а именно эскалация и создание повода для вторжения, соответствуют тому, о чем нас предупреждал Вашингтон. Между прочим, и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон накануне сказал, что обстрел детского осады луганскими боевиками, это вот тот самый повод для вторжения, о котором столько говорилось. И вот все эти предупреждения, которые в последние недели и месяцы шли с американской стороны, оказались верными, это теперь факт, я думаю, он всем очевиден. С одной стороны, конечно, это очень тревожно, потому что прямо сейчас ведут совершенно реальные боевые действия, и совершенно реальные угрозы подвергаются мирные населения Донбасса. С другой стороны, что бы дальше ни последовало, надо понимать очень четко следующий момент. Я напомню, что мы все эти последние дни говорили, что какое бы решение Владимир Путин сейчас не принял, вторгаться или не вторгаться, он в любом случае потерпит поражение. Потому что если он отведет свои войска, он потерпит позор. А если он двинет войска, то, соответственно, он заплатит колоссальную военную экономическую цену, и уже по факту вот этого наступления окончательно будет признан международным террористом, убийцей и изгоем. Что же мы видим сейчас? Похоже, что Владимир Путин фактически выбирает все-таки второй вариант, то есть вести наступление. По представлениям кремлевского руководства, вот такая вот эскалация руками исключительно луганских и донецких боевиков не должна привести к введению полномасштабных санкций. Но я хочу разочаровать российское руководство, потому что прямо сейчас мы видим, как одна за другой страны от Соединенных Штатов до Великобритании делают заявление с обвинением российского режима в агрессии. И понятно, что на Западе и в целом в цивилизованном мире ни у кого вообще нет никаких сомнений в том, кто сейчас агрессор. Об этом вчера четко заявила в частности посольство Соединенных Штатов в Киеве, когда написала, что именно Россия агрессор и именно она ответственна за обстрел детского сада. То же самое, как мы видим, сказал премьер-министр Борис Джонсон. А это означает самый важный момент, что фактически Владимир Путин не сможет таким образом скрыться за спинами луганских и донецких боевиков. Его уже признали агрессором и таким образом сейчас реализуется тот сценарий, о котором нам говорил Вашингтон, когда подчеркивал, что если Владимир Путин отдаст приказ о вторжении в Украину, то против него будут вводиться экономические санкции. Значит, соответственно, можем ожидать, что как минимум часть этих санкций прямо сейчас и Соединенные Штаты, и Великобритания, и возможно некоторые европейские страны введут. Мы, конечно, должны последить за тем, что будет происходить в ближайшие дни, но я полагаю, что еще несколько дней вот таких обстрелов, и я вас уверяю, что в Британии и в Соединенных Штатах как минимум начнутся очень серьезные разговоры о том, чтобы начать вводить, ну, по крайней мере, точечные санкции, возможно, против некоторых олигархов. Поэтому я хочу предупредить Кремль, чтобы там не удивлялись, если очень скоро в той же Великобритании начнут арестовывать некоторые активы олигархов, которые связаны с Владимиром Путиным. А я напомню, что будет это делаться в соответствии с недавно принятым Британией новым законом о санкциях против России. В соответствии с новым законом Великобритании не придется доказывать прямую связь тех лиц, которые попадают под санкции с покушением на суверенитет Украины. Новый закон позволяет вносить в черный список тех лиц, которые британское правительство расценит как имеющие хоть какую-то связь с Кремлем. Таким образом, пусть тот же Роман Абрамович не удивляется, если вдруг его недвижимость или его право собственности, скажем, на тот же футбольный клуб Челси, окажется замороженным. А может быть даже его имущество будет конфисковано. И он может сколько угодно говорить о том, что он никакого отношения к режиму Владимира Путина не имеет, но он ничего не докажет. И никакой лондонский суд ему не поможет, потому что британское правительство будет действовать в полном соответствии с буквой того закона, который был принят. Но важно здесь не только то, что путинским бенефициарам придется платить экономическую цену за то, что сейчас происходит на Донбассе. Нужно здесь подчеркнуть и другой момент. Тот факт, что прямо сейчас вот эти самые луганские и донецкие боевики начинают обстреливать гражданское население Донбасса, и тот факт, что они сейчас объявляют эвакуацию, и тот факт, что они сейчас, собственно говоря, играют на нервах, а Москва, как мы видим, высылает заместителя американского посла. Вот все это, поскольку соответствует тому, что говорил Пентагон о Владимире Путине и о его агрессивных планах, приводит нас к следующему. Это означает, что Владимир Путин прямо сейчас признал вот этими своими действиями через вот эту эскалацию на Донбассе, что он именно вот тот самый людоед, в качестве которого Пентагон, ЦРУ, Белый дом и лично Джо Байден представляли его, Владимира Путина, всему миру на протяжении последних месяцев. Владимир Путин подтверждает, что он действительно готовил агрессивные наступательные планы в Украине, что он действительно задумывается именно о том, чтобы военным образом дестабилизировать Украину, а никаких других инструментов, кроме как прямой военной эскалации, у него просто не остается. И таким образом, что прав был Вашингтон. И это, пожалуй, самое важное во всей этой истории, потому что теперь очень трудно будет Путин ферштейнером по всей Европе, то есть понимателем Путина, который предлагает все время с ним договориться и понять его, доказывать, что Владимир Путин не хотел наступать на Украину. Мы продолжим следить за этой историей, спасибо за то, что остаетесь в Ньюсейдер, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, при желании поддерживайте нас через Патреон и другие ресурсы, ссылки на которые найдете в описании к этому видео. До скорых встреч!